В Москве на территории спортивного комплекса Лужники состоялся российский дебют нового кроссовера Range Rover Evoque. Гостям мероприятия посетили сеанс интерактивного кино под открытым небом и, не выходя из автомобиля, увидели короткометражные фильмы, снятые специально для премьеры Evoque в России. Но главное, организаторы позволили гостям опробовать новое поколение кроссовера за рулем. Мы всегда отличались креативом, и нам бы хотелось, чтобы в начале весны это мероприятие проходило на воздухе, вот в таком необычном формате, когда клиенты знакомятся с автомобилем через просмотр видеофильмов. В России Range Rover Evoque занимает пятое место в своем сегменте компактных премиальных внедорожников. В прошлом году на нашем рынке продана одна с четвертью тысяча машин. Мы никогда не комментируем цифры продаж, тем более не говорим про те результаты, которые мы уже, конечно, поставили перед собой на этот год. Я уверен, что этот автомобиль будет, безусловно, популярным. Несмотря на внешние сходства с предыдущей моделью, Evoque действительно сменил поколение. Машина построена на новой платформе и с новым кузовом. Передняя подвеска усовершенствована, а сзади вместо Макферсона установлена многорычажка. Российская гамма двигателей состоит из двухлитрового дизеля мощностью 150-180 лошадиных сил и двухлитрового же бензинового мотора отдачей в 200, 249 или 300 сил. Это гибридные версии, это абсолютно новые автомобили, оснащенными электродвигателями. Здесь мы предлагаем нашим клиентам такой, так называемый, мягкий гибрид, который позволяет нашему клиенту значительно экономить на топливе и получать всю ту максимальную динамику, которая доступна при классическом двигателе внутреннего сгорания. Продажи Evoque начнут в июне. Начальная цена модели 2 миллиона 929 тысяч рублей.